Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Шведский художник, мастер жанровой живописи Фердинанд Юлиус Фагерлин, родился в Стокгольме 5 февраля 1825 года. Сначала учился на кораблестроителя, а затем поступил в Королевскую шведскую академию художеств. Вступил в армию 1850-1854 годы и в свободное время занимался живописью, особенно портретами. С 1854 года он полностью посвятил себя живописи и при поддержке своих бывших преподавателей учился в Дюссельдорфской академии художеств у Карла Фердинанда Зона и Фридриха Вильгельма Шадова. Провел время в Париже, где работал в мастерской Тома Кутюра. По возвращению в Дюссельдорф женился на Алисе Виндгассен, заловки художника Генри Риптера, чей магазин он унаследовал после смерти последний. С 1862 по 1902 год он был членом Малкастена, Дюссельдорфского художественного общества. Малкастен – прогрессивное немецкое объединение художников, основанное в Дюссельдорфе в 1848 году, во время Мартовской революции. Я пользуюсь данными в Википедии. Шведский художник Аксель Куле был его учеником с 1875 по 1880 годы. Пользовавшийся во второй половине 19 века широкой популярностью в Швеции, картины Фегерлина посвящены главным образом быту приморских жителей. Боряков и рыбаков отличаются справдивостью, выразительностью, порой с оттенками юмора. Наиболее замечательные его картины – это «Непривычные курильщики», «Ревность», «Семейство рыбаков», «Объяснение в любви», «Сватовство». Умер художник 19 марта 1907 года в Дюссельдорфе. Вот так вкратце из переводной википедии о шведском художнике-мастере жанровой живописи Фердинанд Юлиус Фагерлин. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok